Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзияев провел совещание, посвященное ходу реализации реформ, осуществляемых в регионах во всех сферах жизни государства и общества. На нем заслушаны и обсуждены отчеты руководителей государственной власти на местах. На совещании отмечалось, что наблюдаются положительные сдвиги в развитии всех регионов в результате реализуемых за последние два с половиной года реформ, нацеленных на последовательное устранение проблем, которые копились в экономике, социальной сфере, дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуре на протяжении десятилетий, а также на ускоренное развитие указанных сфер, в том числе благодаря активной инвестиционной политике. Принимаются системные меры по созданию достойных условий жизни, включая организацию современных предприятий не только в крупных городах, но и в сельских районах и поселках, строительство доступного жилья, благоустройство сел и махалей. Осуществляется работа по притворению в жизнь пяти инициатив по расширению доступа населения, особенно молодежи, к культуре и спорту, утверждению читательской культуры. Впервые в истории нашей страны выделение значительных средств на эти сферы приобрело системный характер. Вместе с тем указано, что в регионах имеется множество проблем, ожидающих своего решения. Прозвучала критика в адрес руководителя отдельных акемиатов о безинициативности в деле ускоренного социально-экономического развития и решения жизненно важных вопросов с эффективным использованием имеющихся резервов и возможностей. В ходе совещания детально проанализированы недостатки в каждом регионе, определены меры по активизации деятельности. Отмечалась необходимость дальнейшего усиления парламентского и общественного контроля в процессе происходящих сегодня преобразований. Перед руководителями всех уровней на местах поставлены конкретные задачи по привлечению инвестиций, прежде всего иностранных, организации современных производств, всесторонней поддержке инвесторов и предпринимателей, увеличению доходов местных бюджетов, обеспечению устойчивой работы и динамичного развития социальной и коммунальной инфраструктуры, усилению внимания продовольственной безопасности, повышению доходов и улучшению жизни населения. Сегодня нет ни одной из сфер, которая осталась бы без внимания руководителя страны. Один из важнейших вопросов – это создание новых рабочих мест, формирование благоприятного бизнес-климата. По итогам рабочей поездки президента в регион было разработано 898 проектов на почти 19 триллионов сумм. Особое внимание уделяется прямым иностранным инвестициям. Если за весь прошлый год было привлечено 53 миллиона 700 тысяч долларов, то за шесть месяцев 2019-го этот показатель ожидается в размере 80 миллионов долларов, а по итогам года свыше 210 миллионов планируется привлечь прямых иностранных капиталовложений. А в рамках программ «Обот Кшлок», «Обот Маркас», «Обот Махаля» реализуются последовательные меры по повышению качества жизни. И все эти реформы, конечно же, оказывают положительное влияние на настроение людей. Преображаются не только областные и районные центры, но и самые отдаленные селения. Президент постоянно отмечает, что государственные органы должны служить народу. А потому поручением для руководителей всех уровней является посещение всех домов, всех селений для изучения условий жизни, решения насущных проблем. Определяются самые сложные территории и для устранения имеющихся здесь недостатков мобилизуются возможности области. Глава государства на заседание дал отдельные поручения по обеспечению продовольственной безопасности, сбору урожая зерновых, обеспечению стабильности цен на рынках, севу повторных культур, которые позволят в конечном итоге повысить доходы людей. Для всего этого руководитель страны обозначил конкретные целевые ориентиры и источники финансирования. Если говорить на тему инвестиций, в 2017 году было привлечено иностранного капитала в Наманганскую область всего 8 миллионов долларов. В 2018 году показатель достиг 70 миллионов долларов. За 6 месяцев нынешнего уже 82 миллиона долларов. По итогам же года планируем, что данный показатель превысит 200 миллионов долларов. Особое внимание преображению территорий. Глава государства на заседании дал конкретные поручения по реализации программ Обот-Кшлок и Обот-Махаля, а также по программе Обот-Маркас для развития каждого города и района. Аккумулируются по инициативе президента ресурсы. Дополнительные средства из бюджета, инвестиции предпринимателей, кредиты. В общей сложности данная сумма составила 1 триллион 400 миллиардов суммов. В результате реализации этой программы до 1 сентября все центры области приобретут современный вид. Появляются новые объекты инфраструктуры, строятся дороги, улучшается водоснабжение, ремонтируются больницы, детские сады, школы. Учитывая озвученные сегодня поручения президента, мы еще более оптимизируем работу. И для реализации поставленных задач усилим парламентский контроль. Важно активизировать деятельность местных кингяши и народных депутатов. В сфере обеспечения продовольственной безопасности в соответствии с утвержденной главой государства программой реализуем 473 проекта. За первые полугодия 223 уже запущено. В сфере животноводства, рыбоводства, птицеводства, пчеловодства и других направлениях. Сбор богатого урожая зерновых. Последовательные меры по диверсификации аграрного сектора в конечном итоге обеспечат последовательный рост благосостояния людей. Задачи, озвученные сегодня на заседании, возлагают особую ответственность на хакимов областей. В ходе посещения Сырдарьи 19 февраля этого года президент Узбекистана выделил инвестиции для региона в размере полутора миллиардов долларов. Эти средства направляются на развитие социальной сферы, модернизацию здравоохранения, реализацию пяти инициатив, решение вопросов занятости, строительства новых предприятий. По работе в данных направлениях глава государства дал конкретные поручения. В этом году мы реализуем 60% этих проектов. В первом квартале 2020-го остальные. В результате 34 тысячи сардарьинцев будут обеспечены работой. Когда такое было? Впервые в истории Сардарьинская область за 15 дней выполнила договорные обязательства по продаже государству зерна. И урожая на полях еще немало. 30 лет не выполнявшие договорные обязательства Сардарьинский и Хавасский районы в настоящее время добились показателей 130-140% и урожайности в 60-70 центнеров гектара. Конечно же, у нас еще немало недостатков. Их открыто обозначил президент. Сказал, что нужно предпринять сегодня. Это, к примеру, механизация сельского хозяйства. Так, из-за ее отсутствия сбор хлопчатника затягивался. Налицо были и другие недостатки. Прозвучало, что сегодня важно пересмотреть подходы в работе, внедрять передовой зарубежный опыт. К примеру, американской компании «Джон Дор» по механизации сбора хлопчатника. Эта работа, конечно, ведется, но ее масштабы малы. Сегодня все шире внедряется система кластеров. Это означает, повышается заинтересованность сельских тружеников в конечных результатах труда. Они получают достойную заработную плату. У них появляется уверенность в будущем, в котором Узбекистан должен развиваться, подчеркнул сегодня наш президент, под стать стремительным ритмом жизни. Определены меры по усилению ответственности должностных лиц за эффективность и результативность работы в указанных направлениях.